Я вас всех приветствую, с вами Константин Евгеньевич. Сейчас мы попытаемся узнать, какая связь между числом Пи и азартными играми. Начнем мы с 18 века с фигуры графа Бюфона. Известный в свое время естествоиспытатель пытался построить систему живого мира, как и у Карла Линнея. Но кроме биологии, Бюфон интересовался еще и математикой. И в частности, известна такая его задача. Простая на вид формулировка приводит к достаточно сложным расчетам. Итак, у нас есть лист бумаги, на которой мы начертили множество параллельных линий. И на этот лист бумаги мы кидаем множество иголок. Вопрос такой, какова вероятность того, что иголки упадут на линию? Громоздкие расчеты, которые были проведены Бюфоном, привели к достаточно простой, на первый взгляд, формуле. Вероятность того, что игла пересечет линию, находится с помощью этого выражения, где L – это длина иголки, а R – это расстояние между параллельными линиями. Обратите внимание, что в этой формуле присутствует интересующее нас число Пи. Но тем временем мы идем дальше и переносимся в конец 19 века. Перед нами фигура Барона, третьего Барона Релея, более известного в физике, как Лорд Релей. Он известен тем, что в свое время объяснил голубой цвет неба рассеянием солнечного света на неоднородной атмосфере. Также он изучал разрешающую способность оптических приборов и в свое время открыл закон, описывающий изучение нагретых тел. Интересы Релея были многообразны, и в частности он изучал уравнение теплопроводности. И пришел к выводу, что подобные уравнения теплопроводности имеют некую связь со случайными процессами, в частности с процессом случайного блуждания. Это процесс, когда каждый следующий шаг никаким образом не связан с предыдущим. Здесь показан пример пьяницы, которая идет по улице и движется по какой-то достаточно сложной траектории. Но на самом деле мы понимаем, какая связь между уравнением теплопроводности и случайным движением. Ведь дело в том, что процессы переноса тепла связаны с движением молекул, а они, как известно, движутся хаотичным образом. Тем самым целый большой класс уравнений дифференциальных связан так или иначе с этими случайными процессами. Более позднее, в 1931 году, советский выдающийся математик Андрей Николаевич Калмогоров четко доказал теорему, которая связывает цепочку случайных вероятностных процессов с дифференциальными уравнениями. Кстати говоря, в математике такие цепочки случайных процессов называются цепями Маркова. Мы перенесемся далее. В 40-е годы в США большая группа физиков работала в так называемом Манхэттенском проекте по разработке ядерного оружия. И нас интересует вот эта вот троица эмигрантов. Энрико Ферми, который приехал в свое время из Италии, Джон Фон Эйман, выходец из Венгрии, и Станислав Улам, поляк по происхождению. В это время группа физиков Манхэттенского проекта уже создала первый атомный реактор, так называемую Чикагскую полейницу. Выглядела она примерно вот таким вот образом и была в свое время собрана в здании Чикагского университета в одном из спортзалов. Полейницу ее назвали потому, что на самом деле она была собрана из графитных кирпичей. И группа Ферми Неймана и Улама занималась с 40-х годов тем, что пыталась рассчитать поведение потока нейтронов внутри любого ядерного устройства, будь то реактора, либо ядерная бомба. Процесс заключается в том, что при делении ядер выделяются нейтроны каждый раз в разном количестве, иногда два, иногда три. И процесс движения нейтронов заключается в том, что рано или поздно они сталкиваются с другими частицами и траектория количества нейтронов является каким-то случайной величиной. Чтобы решить эту задачу достаточно точно, придется решать громоздкие уравнения. И вот здесь возник вопрос такой, что раз есть связь между случайными процессами и дифференциальными уравнениями, давайте мы попробуем вместо решения точной задачи изучить эти случайные процессы. Обратите внимание на устройство, которое Улам держит у себя в руках. Это аналоговый компьютер, с помощью которого он предложил решить эту задачу. Это устройство, которое представляло из себя некую тележку, у которого можно было менять размеры колес и запускать на чертеж ядерного устройства. То есть тележка прокатывала определенное расстояние по чертежу и оставляла за собой след. Далее ее нужно было остановить, поменять набор колесиков и запустить ее в другом направлении. Исследуя набор траекторий и делая статистическую обработку, можно понять, как ведет себя поток нейтронов внутри того или иного устройства. Кстати, Джон Фон Эймон пошел другим путем. Дело в том, что он одновременно был, кроме сотрудника секретной Лос-Аламовской лаборатории, был еще и научным консультантом Института Мура, где в то время разрабатывался первый электронный компьютер под названием ENIAC, что расшифровалось как электронный часовой интегратор и вычислитель. И Фон Эймон предложил делать вероятностные расчеты именно на этом компьютере. Дело в том, что Станислав Улам был достаточно заядлым игроком в покер и в свободное от работы время он увлекался этой игрой. Но в какой-то момент ему пришла в голову идея рассчитать вероятность тех или иных комбинаций. Так как в рабочее время он занимался расчетом вероятностных процессов движения нейтрона, то он решил применить те методы, которые использовал в рабочее время для своей любимой игры. И пришел к выводу, что проще решать задачку не путем сложных математических вычислений, применяя теорию вероятности либо комбинаторику, а просто-напросто провести серию игр и дальше провести обработку результатов. То есть тем самым посчитать вероятность того или иного исхода. Это, кстати, классический подход физика, который пытается каким-то образом упростить решение задачи. Ну и в честь именно такого подхода метод, используемый американскими физиками, был назван методом Монте-Карро в честь известного казино Монте-Карро, которое находится в княжестве Монако в Европе. Стоит сказать, что метод актуален и до сих пор. Буквально 18 марта 2020 года Абелевская премия, которая выдается за выдающиеся успехи в математике, была получена двумя математиками. Хилелем Фюрстенбергом из Иерусалима и Григорием Маргулисом из Ельского университета в Коннектику, США. Значит, с следующей формулировкой первопроходцем применение вероятностных и динамических методов теории групп, теории чисел и комбинаторики. Дело в том, что этот метод Монте-Карро они использовали для расчета сетей, в том числе результаты их работ можно использовать и для решения задач маршрутизации в интернете, поиска слабых мест в маршрутах. Ну, давайте и мы теперь с вами познакомимся с идеей метода Монте-Карло. Нашей задачей будет нахождение числа Пи. Для этого мы поступим следующим образом. Сформулируем такую геометрическую задачку. Значит, у нас есть с вами квадрат со стороной А. И в этот квадрат вписана окружность. Вот такая вот окружность у нас будет. Значит, запишем следующее. Значит, А это сторона квадрата. Сторона квадрата. Соответственно, она же равняется диаметру, вписанной окружности. И теперь попробуем рассчитать площадь этих фигур. Очевидно, что площадь квадрата находится по формуле С равняется А в квадрате. Напишем здесь индекс квадратика. И площадь круга находится следующим образом. Это число Пи, умноженное на радиус окружности квадрата. Так как радиус связан с диаметром следующим образом. Радиус это половина диаметра. А у нас диаметр равен стороне квадрата. То радиус равен А деленное на 2. А подставив эту формулу, мы получим с вами, что площадь круга равняется Пи Д в квадрате, деленное на 4. 4 в знаменателе получилось, так как мы двойку возвели в квадрат. Теперь попытаемся найти отношение площадей этих фигур. Очевидно, что площадь круга меньше. И поэтому мы будем меньше делить на большее. Чтобы получилась некая дробь. Тогда получается, что отношение площадей равно А здесь у нас получается будет Пи Пи А квадрат разделить на 4. Подставляем в это выражение. Получается Пи А квадрат разделить на 4. И мы должны разделить это на площадь квадрата. То есть тоже А квадрат. Значит, мы видим, что А квадрат из этого выражения чудесным образом сокращается. В числителе и знаменателе. И в формуле остается лишь Пи деленное на 4. Соответственно, можно выразить следующим образом, что число Пи с последней полученной нами формулой равняется 4 умножить на дробь площадь круга разделить на площадь квадрата. Ну, вопрос такой. А как определить площадь? Значит, будем поступать следующим образом. Мы будем произвольным образом кидать внутрь этих фигур точки. Если мы кидаем их произвольным образом, то какие-то точки попадают в окружность, а какие-то попадают и в те области, которые вне окружности, но тем не менее они внутри квадрата. То есть все точки в квадрате и какие-то из них, ну, большая часть, но не все попадают, в том числе и в окружность. Мы будем исходить здесь из следующего, что площадь фигуры пропорциональна количеству точек, которые в нее попадают. Тогда число Пи в этом отношении примерно равняется 4 умножить на количество точек, попадающих в окружность, разделить на количество точек общее, то есть то, которое было брошено, ну и, соответственно, попало внутрь квадрата. Теперь мы с вами попытаемся реализовать численную модель. Для этого откроем среду разработки Pascal ABC.net и попытаемся написать программу, в которой и реализуем нашу модель, модель метода Монте-Карло. Как мы сказали, любая программа в Pascal начинается с ключевого слова Begin и заканчивается словом End и последующей точкой. Проверим работоспособность программы. Значит, мы ее запустим путем нажатия клавиши F9 либо с зеленого треугольничка. Программа запустилась, то есть она работает адекватно, пока ничего не выполняет, потому что в ней ничего нет. Далее, так как мы будем что-то изображать на экране, мы подключим модуль Graph ABC, который позволит нам работать с графическими примитивами. Ну и начнем с того, что мы изобразим на экране квадрат и окружность. Значит, изобразить квадрат можно с помощью оператора Rectangle, где указываются координаты начала и конца, координаты верхнего левого и координаты нижнего правого угла нашей фигуры. Итак, у нас получилось вот такой квадратик. Значит, мы поступим сейчас следующим образом. Мы зададим, во-первых, размер нашей фигуры в разделе описания констант, введем константу A, ну и сделаем квадрат больше по размеру, ну, например, 300, чтобы это было хорошо видно, и изобразим это следующим образом. А может быть, даже не 300, может быть, ну, пускай, да, для начала мы оставим таким вот образом. Значит, здесь будет A, здесь тоже будет A. Проверим, что у нас получается. Клавиша F9. У нас получается вот такой вот квадрат. Теперь мы напишем оператор СЁКЛ, который позволит нам изобразить на экране окружность. Значит, здесь необходимо указать координаты центра окружности. Ну, соответственно, мы возьмем таким вот образом. Мы разделим нацело число A, то есть, как мы сказали, что радиус окружности равен половине, половине стороны. Здесь, соответственно, центр имеет такие вот координаты. И радиус тоже будет равняться этому же числу. Оператор DIV позволяет делить нацело. Посмотрим, что у нас получилось. Значит, мы с вами имеем вот такой вот фигуру. Далее, для того, чтобы бросать точки, мы зададим две переменных X и Y. Эти переменные будут координатами тех точек, которые мы бросаем. Поступим следующим образом. Эти точки будут, эти переменные будут вещественного типа, а при выводе на экран мы округлим их до целого числа. Тем самым мы повысим точность нашего метода. Почему так? Это вот вопрос для наших зрителей. Вы можете проверить и сделать здесь тип интеджер, и посмотреть, что результат будет несколько отличаться. Теперь, поступим следующим образом. Мы координате X и Y присвоим произвольное значение. Значит, для этого есть оператор random. Если оператор random написать именно таким образом, то у нас получится случайное число в диапазоне от 0 до 1. Это будет вещественное число. И вот если это случайное вещественное число в диапазоне от 0 до 1 теперь умножить на A, то мы получим случайное число в диапазоне от 0 до A. И это будет вещественное число, которое мы потом сможем округлить. Итак, x, аналогично же, аналогичным образом мы зададим и y, а умножить на random, хотя здесь можно было поступить следующим образом, скопировать и вставить предыдущий фрагмент. Значит, ну и теперь выведем на экран, напишем setPixel, здесь мы, как мы сказали, округлим до целого числа x и y, и необходимо здесь третьим параметром указать цвет, ну, пускай цвет будет красный. Итак, запустим программу f9, мы сможем увидеть на экране, вот она, маленькая красная точка, маленькая красная точка, значит, если запустить программу в следующий раз, то точка окажется в другом положении, вот, она находится в другом месте. Теперь попытаемся создать цикл, в котором будем выводить множество таких точек, для этого нам необходим будет, нужна будет переменная, которая будет использоваться в качестве счетчика. Например, мы возьмем n, это будет целое число, integer, это число точек, которое попадает, общее число точек, общее число брошенных точек, число брошенных точек. Следующая переменная, назовем n0, ну, это n0, ну, это n0, я хотел бы обозначить, да, n0, это тоже переменная типа integer, это число точек, попавших в окружность, точек в окружности. И теперь вот этот вот фрагмент мы ставим в цикл, repeat, repeat, здесь мы сделаем отступ, для того, чтобы код читался более удобно, repeat until, и условия выхода из цикла будет то, что количество этих точек будет, ну, допустим, больше тысячи. Больше тысячи, ну, соответственно, необходимо это число точек считать, явным образом зададим значение начальной 0, для обоих счетчиков, вначале они равны нулю, и давайте посмотрим, что у нас получится с вами на экране. Замечательно, то есть достаточно быстро у нас этими произвольными точками заполняется все пространство на экране. Теперь необходимо будет посчитать, реализовать условия попадания в окружность. Теперь нам с вами надо обсудить условия попадания точек внутрь окружности квадрата. Давайте еще раз изобразим себе квадрат и вписанную окружность. Это наш квадрат и окружность, которая внутрь него вписана. Значит, здесь, так как на экране мы изобразили наши фигуры в начале координат, Я напомню, что в Паскале оси координат направлены вот таким вот образом. Ось Х идет из верхнего левого угла направо, а ось У направлена из верхнего левого угла вниз. Это направление оси Х, а это направление оси У. Здесь у нас будет точка с координатой 0, здесь точка с координатой А, здесь точка с координатой А. Ну, условия попадания в точке в квадрат выполнять нет необходимости, потому что в коде программы мы уже задали это явным образом, таким, когда присваивали значение координатам Х и У. А вот для окружности необходимо подумать. Для начала мы запишем с вами уравнение окружности в общем виде, а выглядит оно вот таким вот образом. Х квадрат плюс У квадрат равняется Р квадрат. Но это справедливо в том случае, когда центр окружности совпадает с началом координат. Совпадает с началом координат. Здесь немножко неровно получилось, точка 0. А если у нас вот такая вот картина получилась, где мы сместили, то нам необходимо сделать изменение. У нас получается будет выглядеть уравнение следующим образом. Здесь Х минус... Мы сместили ее на радиус. Х минус Р в квадрате плюс И если мы напишем равенство, то это будет уравнение окружности. А если мы напишем меньше либо равно Р в квадрате, то это как раз таки есть искомые нами условия попадания в окружность. Значит, здесь можно в коде программы поступить следующим образом. Вставить теперь наше условие. Возведение в квадрат можно выполнить с помощью оператора SQR. В любой ситуации мы в Pascal можем воспользоваться функцией справки. Мы просто наводим курсор на интересующий нас оператор, и здесь влезает контекстная справка. Вот, например, написано function SQR. Значит, в нее подается число, возвращается число, и возвращается квадрат этого числа. Значит, здесь у нас должна быть координата X минус радиус, а радиус это у нас A деленное на 2 минус A div 2 плюс SQR. Аналогичное выражение для Y минус A div 2. Не забываем про пропуски между операторами. Сразу видно жирный шрифт. Это ключевые зарезервированные слова в языке программирования Pascal. Меньше либо равно SQR. Вот от этого радиуса. Радиус это у нас тоже A div 2. И, соответственно, теперь можно поступить следующим образом. Если эта услуга выполняется, then N0 равняется N0 плюс 1. N0 плюс 1. Чтобы проверить правильность работы программы, мы попытаемся вывести это число на экран после окончания цикла. Для этого мы воспользуемся оператором textout. Textout. Ну вот смотрите, мы снова наведем курсор, указатель мышки, и у нас появится контекстная подсказка, выводит строку S в прямоугольник с координатами левого верхнего угла. Значит, давайте зададим какое-нибудь значение. Значит, по X это будет 0. И чтобы это было ниже квадрата, возьмем, например, A плюс 20. Запятая. И здесь необходимо вывести наше число. Но дело в том, что число хранится в переменной типа Integer, а оператор textout принимает на вход переменную строкового типа String. Поэтому мы должны сделать преобразование. Для этого предлагаю воспользоваться оператором IntToStr и на вход этого оператора подадим вот это вот число N0. Вот подсказочка. Мы наводим на него курсор, и видно, что преобразует целое число к строковому представлению. Давайте запустим программу и посмотрим, что у нас получается с вами. Итак, вот 1000 точек выбрасывается. Сейчас алгоритм должен закончиться. Так, это все 1000 точек. Чтобы это быстрее работало, можно было бы уменьшить количество точек. Значит, где наш результат? Так, его пока не видно. Значит, давайте мы для простоты, для скорости счета уменьшим количество точек. Сделаем их 100. А, цикл продолжается. Почему? Потому что мы не считаем количество точек. Вот здесь мы напишем N равняется N плюс 1. То есть это увеличение, увеличение числа точек. Причем было бы проще даже сделать это вот так. Вот в этом месте. Как только мы точки посчитали ей координаты, мы сразу же увеличим счетчик на единичку. Вот 100 точек, и вот 73 из них попали сюда. Давайте, если мы сделаем, например, 1000 точек. Вот она, программа работает быстрее. Вот это всего лишь 1000 точек. 796 из них попадает туда. Если мы возьмем 10 000 точек, картина вот такая. Программа работает достаточно быстро. Значит, теперь что мы можем сделать? Нас ведь интересует с вами число π. И как мы выяснили с вами, число π найдется из отношения. площадей этих фигур. То есть здесь мы должны были на самом деле поступить следующим образом. Давайте мы сделаем вот так вот. Здесь мы напишем N 0 равно. Здесь напишем плюс. Это оператор конкатенации объединения строчек. Смотрите, что у нас получается. N 0 равняется 7862. Перед этим можно вывести общее число точек. Вот так вот скопируем. Ctrl C, Ctrl V. И будем поступать так. Значит, N это общее число точек. Надо сдвигаться по оси Y, чтобы не наезжал один текст на другой с каким-то шагом. Значит, и здесь мы выведем с вами расчет. У нас получилась такая формула, что число π равняется 4. Надо умножить на N 0 и разделить на N общее. Давайте попробуем вывести это. Посмотрим, что получается. Здесь у нас возникает проблема. Она связана с тем, что вот это выражение, когда мы делим, мы получаем с вами уже не целое число. И возникает проблема с этим оператором. Значит, мы должны воспользоваться другим оператором. Здесь есть оператор. Для подсказки можно вот так вот нажать F1. Значит, есть оператор int to str, который целое число преобразует. А есть вот такой вот оператор float to str, который преобразует число с плавающей запятой. Флот, да? То есть, в данном случае это вещественное к строковому типу. Поэтому заменим здесь оператор, напишем float. И посмотрим, что здесь получится. Здесь мы должны будем написать π равно. Нажмем F9. И вот мы видим. Ну, смотрите, поздравляю. В принципе, мы получили значение достаточно близкое к 3,14. Если программу перезапустить, то каждый раз мы будем получать какие-то новые значения. Видите? 3,14. 3,14. 9. 3,13. 28. 3,14. 88. 3,15. 56. И так далее. Значит, и дальше идея метода Монте-Карло будет заключаться в том, что мы должны вот эту нашу модель запускать многократно и найти некое среднее значение. То есть, в принципе, мы множество точек бросаем и делаем подсчет. А теперь можно вот эту всю нашу программу включить в некоторый цикл и посчитать число π таким образом. Значит, мы сделаем так. Значит, нам нужна будет некая переменная для хранения результата. Значит, мы напишем сумму. Это будет переменная типа real. В ней будет храниться сумма чисел π для каждого запуска модели. А модель, она будет вот отсюда запускаться for, и давайте мы какое-то количество раз ее будем испускать. for, 1, 2, например, 10, do, значит, и так как дальше у нас будет множество операторов, здесь надо написать begin, операторные скобки ставить begin, end, и в конце, после всего этого, мы ctrl-c, ctrl-v, значит, будем поступать следующим образом. В переменную сумму ей будем присваивать значение то, которое у нас есть, плюс только что вычисленное значение числа π, вот это вот. Это значение ctrl-c, плюс, так, значит, дальше, значит, мы в конце вот это наше число, сумм, должны разделить на количество запусков нашей программы. Ну, давайте это обозначим, как и будет, то есть мы запускаться m раз, вот здесь мы напишем тоже m, то есть она будет запускаться m раз, и это вынесем в раздел описания констант. m, это число испытаний, пускай будет 10, это число испытаний модели. Число испытаний модели. Давайте посмотрим, что у нас получается. Так, значит, да, действительно у нас не описана переменная типа i, это счетчик нашего цикла i-minteger. Значит, и запускаем, смотрим. Видите, у нас меняется значение, и в конце, да, тут просто один текст нашел на предыдущий, надо изменить значение итоговое. Значит, вот здесь сделаем 80. Так, можно на самом деле добавить количество испытаний, тоже вывести. Напишем это здесь, текст out. А, 0, спитая, А плюс 80, запитая, m равно, и написать здесь текущее значение счетчика цикла. Ну и теперь, вот здесь вот, мы выведем среднее значение, пи среднее. Так, давайте посмотрим, что у нас получается. Так, вот здесь, здесь нужно написать int to str и посмотрим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, и вот среднее значение за цикл. Теперь сделаем еще несколько небольших изменений. Дело в том, что при запуске программы у нас выводятся вот такие вот длинные числа, то есть, достаточно много знаков после запятой, хотелось бы ограничиться, ну, допустим, там, четырьмя знаками после запятой. А поступить здесь можно следующим образом. А здесь не получится использовать округление или форматный вывод, так как мы работаем с графическими операторами, операторами графической библиотеки, но вот внутри вот внутри оператора текста вот здесь используются строки, и мы можем поступить следующим образом. Например, вот от строки, которая возвращается в функции код to str, оставить какое-то определенное количество символов. Для этого мы ее вставим внутрь функции копии, а вот у нас подсказка сразу вылезает, что копия возвращает по строку длины каунт с позиции индекс. нам, соответственно, необходимо отсюда взять, начиная с первой позиции, значит, у нас первое число 3, точка, и еще 4 знака после запятой, допустим, 6 позиций получается. Мы хотим взять, это будет выглядеть вот таким вот образом. Давайте проверим. Действительно, у нас получается число 3 и 4 знака после запятой. При этом мы здесь даже не округляли, а просто-напросто обрезали. Поэтому здесь есть небольшое отличие от этого. Давайте аналогично мы поступим и в конечном результате. Копия. вставим функцию флот внутрь функции копия. С первой позиции 6 символов этой строки будем оставлять. У нас получается вот такой вот результат. Видите, да? Ну и введем еще для красоты здесь линию, которая будет ограничивать области вывода результата. Здесь вот напишем плюс 100, а здесь ниже строкой, ниже строкой здесь напишем 120. И выведем вот такую строку с... чтобы мы видели результат наш. Вот наши испытания, вот наш итоговый результат. Число 3,14 в ходе 10 испытаний получилось. И, пожалуй, для красоты было бы неплохо сделать цветом, чтобы у нас отличались точки, попадающие в разные области. здесь мы поступим следующим образом. Если точка попадает внутрь окружности, ZEN, здесь мы напишем операторные скобки EGIN, END. То есть, кроме того, что мы будем подсчитывать, мы здесь будем рисовать эту точку. CTRL-C, будем рисовать ее, например, зеленым цветом. Green. А иначе, иначе, ELSE, вот этот оператор ставим сюда. CTRL-C, отсюда его уберем и ставим вот здесь. Давайте попробуем проверить, что у нас получается. замечательно. Замечательно результат такая вот программа. В ходе 10 испытаний у нас получается число. Мы практически завершили нашу работу. Здесь, пожалуй, осталось несколько штрихов. Цикл будет продолжаться до тех пор, пока мы не превысили это число. Ну и давайте попробуем просто-напросто увеличить количество испытаний. Сделаем их не 10, а, например, 30. И посмотрим, какой результат у нас получается. Мы запускаем нашу программу. и вот наши испытания идут 12, 19. Мы, кстати говоря, не очищаем экран после каждого испытания. И вот получается такой результат 3, 13. Еще раз, если повторить наше испытание 30 раз, получается вот такой результат 3, 14. ну и мы увидим, что так как мы ищем число π некими вероятностными методами, то наше значение несколько отличается от точно принятого. Но, тем не менее, метод Монте-Карло позволяет приближенно решать поставленную задачу. То есть, мы разработали с вами модель, которая позволяет найти число π с необходимой нам точностью. Теперь попытаемся вычислить точность нашего вычисления. Для этого можно поступить следующим образом. Абсолютную погрешность можно рассчитать следующим образом. Мы возьмем источного значения вычтем вычисленное нами в модели значение. А если нас интересует относительная погрешность, то для этого мы должны абсолютную погрешность разделить на точное значение и умножить на 100%. То есть, вот такая у нас расчетная формула получается. Давайте мы теперь перейдем в программу и попробуем запустить модель и посчитать нашу абсолютную относительную погрешность. То есть, вычислим с какой точностью работает наш метод. Итак, мы приготовим себе калькулятор. Вот у нас получилось точное значение 3 14 15 15 раз сбросим 3 14 15 мы вычтем вот это наше значение 3 14 60 знак нас не интересует то есть мы можем вот так его взять по модулю значит умножим это число на 100 и разделим на 3 14 15 посмотрим какой получается результат ну на самом деле очень близко очень точное значение в данном испытании получилось да то есть наш результат отличается всего лишь на 14 сотых процентов от результата точного ну можете сравнить свои значения для других испытаний и так подведем итоги мы сейчас узнали метод монте-карло на самом деле монте-карло это не один метод это целая группа численных методов для изучения случайных процессов и суть этого метода заключается в том что модель процесса или явление использует генератор случайных чисел или случайных процессов у нас этим генератором случайных чисел выступал оператор рендом то есть вот это ключевая часть нашего метода монте-карло и дальше идея заключается в том, что модель многократно запускается, а потом выполняется статистическая обработка. Здесь многократный запуск выполняется у нас путем цикла begin, цикла for, который мы м раз запускаем испытания, а статистическая обработка заключается в том, что мы находим потом среднее значение. То есть мы просуммировали все значения и разделили на количество испытаний. То есть в принципе здесь классически реализуется метод Монте-Каро. Итак, на этом закончим. Всем спасибо, до новых встреч!